Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Сегодня у нас очень злободневная тема – социальные сети и психологический фон сейчас. И у меня в гостях Николай Желяков, опыт работы с социальными сетями более 12 лет, а также Юлия Шалахаева, психолог-травматерапевт, член Ассоциации психологов Ульяновской области. Первый вопрос, Николай, у меня будет к вам. Расскажите, что сейчас происходит с социальными сетями, может быть, какая-то статистика доступна вам? Окей, ну, после блокировки экстремистской организации Инстаграм, запрещенной уже в России, соответственно, происходит абсолютно логичный переток пользователей в остальные действующие социальные сети. В первую очередь растет телега, она не такая удобная, как Инстат, там нет вот этой красивой фотоленты, но она растет наивысшими темпами, там было зафиксировано, что они выросли то ли на 10, то ли на 20 миллионов пользователей. Почему растет? Потому что ее в большей степени пропагандируют пользователи, убегающие блогеры. Во-вторых, это, несомненно, более удобный мессенджер, там лучше общаться. Ну, и в-третьих, я думаю, это дань новизне, потому что ВКонтакте или в Одноклассниках все уже были, и все знают, что там такое, все хотят вот это чувство новизны испытать. ВКонтакт растет, плюс 3 миллиона пользователей было зафиксировано в первые дни, и даже растут Одноклассники. Притом, что важно, вот за этими тремя миллионами пользователей ВКонтакте есть гораздо больше, что люди восстанавливают свои профили, возвращаются туда, и мы сейчас ощущаем прям огромный-огромный интерес к ВКонтакте. Но все-таки ВКонтакте больше аудитории, чем в Одноклассниках. ВКонтакте, несомненно, ВКонтакте до Инстаграма был лидирующей социальной сетью, он и в 2020, и в 2021 году был лидирующей социальной сетью за счет взрослой аудитории, и сейчас он просто-напросто еще сильнее будет наращивать свои позиции, и еще сильнее сохранять, и лучше сохранить свою аудиторию, потому что деваться-то теперь некуда. Юлия, подскажите, изменился ли психологический фон? Да, фон изменился, и я бы, наверное, даже говорила о том, что есть несколько причин, по которым этот фон изменился. Ну, во-первых, ни для кого, наверное, не секрет, даже часто шутят по этому поводу, это весенний период, период обострения, в принципе, вообще всех состояний, там, и даже элементарно состояние здоровья, не говоря уже о каких-то психических моментах. Это, конечно, некоторая нестабильность вообще происходящих в мире жизненных событий, и некое усиление вот фактов, которые имеются изначально, как такие предпосылки у каждого человека, под влиянием предыдущих двух действующих факторов. Я, наверное, не смогу поручиться за какую-то, может быть, статистику конкретную, потому что сама ее не проводила, да и, наверное, оглашать как-то вот там запрос клиента, да, не совсем будет корректно, вот на большую аудиторию. Но когда я готовилась к эфиру, я наткнулась на очень интересную информацию, мне она показалась любопытной, и, может быть, кому-то из наших слушателей тоже будет полезно. В стране есть много горячих линий, и один из проектов называется «Негорячие линии». Он существует уже давно, и изначально он затевался автором данного проекта «Женщины» как горячая линия для помощи женщинам в кризисных ситуациях. И не так давно, но приблизительно полгода назад, как говорят авторы, они открыли альтернативную негорячую линию для мужчин, чтобы мужчины могли позвонить, пообщаться совершенно спокойно, понимая, что это, ну, знаете, такая кулуарность, да, закрытость пространства, анонимность. И что самое интересное, почему вообще такая мысль возникла, эту горячую линию создали потому, что мужчины, которые все-таки рисковали, да, вот я намеренно использую это слово, позвонить на горячую линию общую какую-то для женщин, говорили о том, что они бы спокойнее себя чувствовали, если бы они знали, что это пространство только для них, для людей, кто хорошо знает мужскую психологию, что это некая атмосферность. Так вот, могу поделиться статистикой с этой горячей линией, она существует полгода, и до примерно середины зимы 22-го года количество обращений составляло там плюс-минус 1800 звонков. За последние полтора-два месяца количество звонков превышает данный порог. То есть мы можем говорить о том, что, конечно, тревожность возрастает, возрастают последующие события, которые приводят с собой тревожность, это панические атаки, это эфобические состояния, общее ощущение нестабильности и, наверное, незнания, неумения, как вот повлиять, да, на дальнейшие события и ощущения, ну, беспомощности. Есть даже такой психологический феномен, называется выученная беспомощность. Когда человек знает, что не может изменить эти события, он просто, ну, простите за такой жаргон, заранее складывает лапки. По всем этим причинам сейчас, конечно, количество запросов у людей однозначно увеличивается. И если, может быть, кому-то из слушателей это заинтересует, я могу поделиться этим горячим телефоном. Это горячая линия 8 800 707 54 65. Они работают с 9 утра до 9 вечера по московскому времени, то есть звонок совершенно открытый и анонимный, можно обращаться. Могут обращаться как женщины, так и мужчины. Она является линией для мужчин, я думаю, если женщина позвонит, ее перенаправят, проблем с этим не должно быть, я считаю. Спасибо большое, очень интересно. Николай, блокировка Инстаграм, что можно, что нельзя? Очень опасная такая скользкая тема, наверное, сейчас расскажите. Ну, в первую очередь здесь пострадают две группы населения. То есть, если вы обычный человек, использующий личный профиль Инстаграм, либо ранее использующий личный профиль в Инстаграм, вы ничем не рискуете. Почему рискуют представители средства массовой информации? Потому что их обязали первым же шагом, в первый же день, при упоминании любого экстремистской организации Инстаграм, запрещенной в России, вставлять везде этой фразой, и как минимум вы должны вставить это в подвале сайта, вставить это внизу сайта, дабы всюду это зафиксировать. Николай, где это мы должны? В самом Инстаграм? Нет, это вы должны. В Инстаграм все, вам там уже нельзя быть, особенно всем госорганизациям, просто забудьте об этой истории и косвенно имеющейся госструктурам. Любое средство массовой информации, каждый раз, когда ставите логотип Инстаграм, либо пишите текстом слово Инстаграм, говорите, что это экстремистская организация, запрещенная в России. Ну, вот возьмите себе за привычку, ИГИЛ, Талибан, Инстаграм, террористически запрещенные организации в Российской Федерации. Это первое, что произошло. Вторая история, почему рискуют предприниматели? Предприниматели, во-первых, у них коммерческий профиль в Инстаграм, и, несомненно, они оплачивали в эту социальную сеть, в эту экстремистскую социальную сеть, какие-либо деньги. Есть риск, что, и этот риск очень серьезный, что в какой-то момент за какие-то долги, при включении карточек визы, мастер-карт, у вас будут списаны деньги, это будет зафиксировано Центральным банком, ваше финансирование экстремистской организации, и, соответственно, вы станете крайне неприятным лицом, у вас заблокируют автоматом все карты, вы не сможете походить билет на самолет, на поезд, и все-все-все истории, которые сопутствуют спонсорам экстремизма. Поэтому будьте осторожны. Вот эти две группы находятся в первую очередь в зоне риска. Вы даже это можете увидеть уже, что если вы, например, если раньше набирая, например, Аллу Дворецкову в Яндексе, вы в первую очередь видели ее профиль в Инстаграм, вы можете видеть теперь фразу, что часть результатов исключена, и профиль в Инстаграм в Яндексе больше не выдается, потому что это запрещено. Та же самая история происходит с российской поисковой системой Mail.ru, и к этому надо относиться спокойно, потому что эта история с нами очень и очень надолго. Это не краткосрочная блокировка, это, ну, я ставлю минимум на три года, но я думаю, что и даже на более длительный срок. Николай, еще раз переспрошу, получается сейчас могут пользоваться только обычные, это как определяется, что значит обычные пользователи, и кто уже приравнен к СМИ? Блогеры это СМИ? Ну, несомненно, государство сформулировало, что такое средство массовой информации. Вот я точные цифры недавно, по-моему, если у вас более 5 или 10 тысяч просмотров в сутки, вы уже можете классифицироваться как средство массовой информации. Точно не вспомню, надо открывать закон о средстве массовой информации. Большинство блогеров являются средством массовой информации, и, к сожалению, похоже и ты, Алла, поэтому внимательно эту тему изучай, внимательно ее контролируй. А обычный человек, который использует запрещенную инсту для своих личных, ну, что ничем не рискует, господи, да используйте, общайтесь, теперь это менее удобная площадка. Почему я говорю о том, что это надолго? Потому что инста будет блокироваться такими очень понятными способами. Первый способ блокировки вы уже используете и почувствовали это исчезновение инсты из поиска, исчезновение инсты с запретным на ее вход. Вторая история будет, она будет исчезать из новых телефонов. Вы купили, например, телефон Samsung, Xiaomi, Poco или любой другой, а там приложения соответствующих нет. Раньше они были автоматически, например, тоже самый запрещенный Facebook автоматом был установлен. Третья история – это запрет VPN. Через некоторое время пользователи поймут, что хороший VPN – это платный. Соответственно, они не готовы будут платить за хороший платный VPN. Это и придет еще к большему падению аудитории инсты. Но последний этап – это пропажа инсты, Facebook и прочих запрещенных историй, в том числе VPN-сервисов, прямо из плей-маркетов. Google, Apple очень дружат с законодательством любой страны, и поэтому эти приложения просто-напросто на нашей территории исчезнут. Тогда инстанк потеряет своих последних поклонников, потому что ее нельзя будет установить. Ты должен будешь устанавливать ее как-то вот, называется, танцы с бубнами. И, соответственно, для большинства полисов она будет просто-напросто не нужна. Просто смириться с новой реальностью? Есть классные, реально удобные площадки, на которых можно классно работать. Резко растет контакт, резко растет Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзен есть классное видео. Повторюсь, мы не так много потеряли. Да, инста имеет ряд своих плюсов. Там вот эта вот красивая выкладка. Вначале текст, потом удобные лайки. Но, по сути, я никогда не пытался бы так. Это, наверное, еще вопрос привычки. Мы же привыкли к ней. Как это все устроено? Как мы работаем в ней? Так что можем привыкнуться к чему-то другому? Отвыкните. Много у вас хочется? Да. Какое понести? Да, сейчас проходит серия семинаров, которые... И вы так всех успокаиваете и готовите к тому, что это надолго. Ну, нет, там даже другая история. Самое обидное, что это другая история. Я введу серию семинаров о том, как вернуться в ИК, как там комфортно, какие там схемы работы сейчас, где там сейчас деньги. И больше всего, что я слышу, это всегда от красивых девушек. Они просто бросаются на меня, требуют, чтобы я им сделал контакт, как инсту. То есть, вот эти пять стадий принятия неизбежного я очень четко ощущаю. Часть людей отрицает и сидит молча. Часть людей бросается на меня, что... Часть людей просто сидит в депрессии. Это я вас искренне понимаю. Но это пройдет все, как вы думаете? Адаптируется? Конечно. Сколько нужно времени таким вот... Давайте, давайте. Сколько нужно времени, это точно никому нет. Или еще один вопрос. Вот YouTube заблокирует, Николай, по вашему мнению? Все-таки. YouTube идет на очень хорошие сделки с российским законодательством. Google идет на хорошие сделки с российским законодательством. Он делает все возможное, чтобы не быть заблокированным. Но я думаю, что у YouTube есть два риска, что он будет заблокировано. Первое, это во время специальной операции, они уже предпринимают меры для защиты. Они выключили рекламу, чтобы мы не видели лишнего, направлено нас с чужих сторон. Они очень сильно ограничивают чужие материалы. Они это делают, хотя мы это не видим. Во-вторых, второй этап, если они все-таки не накосячат и будут действовать аккуратно, они могут быть заблокированы, соответственно, после окончания спецоперации, когда потребуется еще больше призма зеркала. Какое-то на некорректный материал. И тогда вторая история. Я реально думаю, что если YouTube проживет первая история до мая, если YouTube проживет вторая история до сентября, то он будет с нами надолго. Они хорошие профессионалы, они делают все возможное, чтобы сохранить блогеров, чтобы сохранить свою аудиторию. Для них это очень ценно. Николай, а сейчас нужно с YouTube перебираться на другие площадки? Например, Янгут, Дзен. Конечно, текайте оттуда. Но YouTube надолго отключил монетизацию, потому что история давления. Они же отключили монетизацию, чтобы никто не мог запустить на нас какую-то экстремистскую рекламу, какую-то некорректную рекламу, как это было в первые дни спецоперации. Поэтому реклама выключена, блогеры потеряли деньги. Дзен, например, тот же самый, видео ВКонтакте, две самых популярных видеоплощадки, предлагают вам другие системы мотивации. И как только у вас закончатся деньги, вы придете туда, на Дзен, придете на видео ВКонтакте и будете искать другие способы работы с брендами. Спасибо большое. Юля, подскажите, как же сохранить спокойствие сейчас? Это вообще в целом, в общем. И даже если затронуть социальные сети, то, конечно же, зайдя туда, можно натолкнуться сразу же на негативные комментарии, которых вот даже я, например, не получала, наверное, за все мои 10 лет. Некое увеличение этих всех пропорций. Вы знаете, я бы, наверное, сказала в первую очередь о том, что для того, чтобы сохранить состояние спокойствия, нужно к этому стремиться. То есть оно само никогда не приходит. Вот что я просто сижу, утром проснулся, кофейку попил, и у меня замечательное настроение, все спокойно. Это планомерная, целенаправленная работа самого человека по сохранению и установлению своего состояния. Ну, во-первых, мне вот очень откликаются слова Николая, например, о том, что есть альтернативы. Я это вижу как поиск новых путей и ресурсов. То есть, да, пожалуйста, безвыходных ситуаций вообще в этой жизни очень и очень мало. Ну, вот минимальное количество. Я бы, наверное, даже сказала, что есть одна вещь вообще в жизни, на которую мы никак не можем повлиять и изменить, это смерть. Со всем остальным человек всегда может взаимодействовать, он может что-то предпринимать. Вот если применимо к соцсетям говорить, наверное, первое, что бы хотелось отметить, это просто-напросто ограничение, поток входящей информации. Представьте, что вы некий фильтр поставили перед собой, и все это информация, которая на вас входит. Что вы хотите пропустить себя, что нет. Если трудно это сделать, окей, тогда можно, по крайней мере, определить круг тем, которые вас точно выбивают вообще из колеи, и вы после этого лежите с тряпочкой и ничего совершенно не хотите, не можете, и только страшные, ужасные мысли в голове витают. Ну, хейтеры, мне кажется, они всегда были. Их всегда было, и очень много. Да, просто вопрос в том, что сейчас у нас фокус внимания сконцентрирован на определенных вещах, и в связи с этим мы это внимание туда же направляем. Я приведу простой пример, как вообще любой процесс жизни работает. Давайте представим, есть человек, которому нужна покупка. Женщина хочет себе купить сапоги, а мужчина решил себе купить автомобиль. Когда этот человек двигается по улице, на что он в первую очередь будет обращать внимание? Женщина будет смотреть на сапожки других женщин, на рекламу, на какие-то звуковые шумы. Точно так же на дороге по странам с течением обстоятельств мужчине чаще всего будут встречаться автомобили именно той марки, которую он задумал купить. Это не магия, это работа нашего подсознания, фокус нашего внимания. Поэтому сейчас, когда ситуация немного меняется, разумеется, акцент нашего внимания тоже переносится на негативные комментарии. Но это вопрос еще и личного выбора. Хочу я тратить себя на это или нет? Третий, наверное, момент про вот такой формат вообще спасения. Я бы еще говорила о том, что нас очень хорошо, вообще поддерживает, когда есть план и понимание действий в ближайшем будущем. Вот если совсем плохо, и не только от комментариев в соцсетях, проработайте себе несколько планов А, Б и В на случай различных жизненных ситуаций. Возможно и, скорее всего, я очень на это надеюсь, что этим планами не придется воспользоваться. Но если вдруг какой-то час икс произойдет, или вдруг ваша внутренняя тревога, да, она начинает очень сильно фонить и выбивать вас из ежедневного ритма жизни, вы знаете, что можно делать. Вы знаете, что у вас проработан там условный шаг действий и понимаете, куда обращаться, с кем взаимодействовать, куда в случае чего бежать. Ну и, конечно, самостоятельная работа – это техники самоуспокоения, дыхательные, может быть, медитация. Но тут, конечно, момент осторожности, потому что медитацию, прежде чем вы в нее погрузитесь, особенно если это какой-то аудиофайл из интернета, прослушивайте его сначала не в режиме медитации. Я все время рассказываю своим клиентам, вот когда про медитацию спрашивают, то есть как бы надо, не надо вообще этим пользоваться. Я говорю, можно, конечно, но вы сначала отфильтруйте то, что вы собираетесь в себя впустить. Потому что, когда вы медитируете, мы находимся как раз в состоянии пограничного трансового состояния, вот этот полугипноз современный. И вся информация в нас проникает очень легко. Я поделюсь личным опытом. Однажды решила найти медитацию, которую могу делиться с клиентами. На Ютубе, кстати, тоже ее смотрела. И как-то так вот такой голос там приятный мужской, такая все расслабляющая фоновая музыка. И мне так это понравилось. Я думаю, ну хорошо, хорошо. И как-то немножечко сама попала в это медитативное состояние. Я делаю все действия, по которым меня ведет голос ведущего. И в какой-то момент он говорит, резко меня эти тонали, а теперь представьте, что в вашей голове появляется дыра, и весь негатив из этой дыры уходит. Меня, честно, как вот колом просто прострелили. Разумеется, ни о каком завершении медитации дальше речи эти не могло. Поэтому, если вы хотите работать над собой, хотите себя как-то поддержать, это нужно, это очень похвально. Но сначала проверьте, что вы собираетесь вообще в себя запустить. Спасибо большое. Николай, ну вот Инстаграм заблокирован, нам придется попрощаться. А вот как раз у тех, у кого бизнес, как же сейчас вести? Что нужно предпринимать сейчас? Какие действия? Ну, у нас возможности стало не сильно меньше. То есть Инстаграм это всего лишь была третья, то и четверть, а может быть кто-то считает одна пятая из социальных сетей. То есть, во-первых, у нас есть любимая ВКшечка, и ВКшка реально обладает уникальным функционалом. Я вам рекомендую, вот сразу после нашей встречи, или прямо сейчас во время, возьмите телефончик и попробуйте в ВКшке просто написать текстовую запись без картинки. Мы же как привыкли, особенно это девушкам будет тяжело. Девушка для того, чтобы когда ей нужно что-то спросить, чем-то поделиться со своими подписчиками, должна была сделать 150 фоток, выложить свою попу, грудь или прическу особенно какую-то. Мне кажется, что про девушкам станет легче. Да, а в ВКшке можно просто написать текст. Посмотрите, зайдите на мою страничку, вы видите, там у меня половина постов просто текстовые. И его будут читать, если это кому-то нужно? Да, посмотрите, пожалуйста, у меня текстовые посты набирают столько же просмотров, сколько и посты с фотками. Это заработает просто восхитительно. Вторая история. В ВКшке опросы здорового человека. Там можно просто прикреплять опросы без фоточек, опять же. И люди нормально голосуют, люди нормально отвечают. Это тоже крайне удобный механизм. Не надо оправдываться, не надо писать долгие вводные. Просто спросите у своих пользователей, прикрепите опросы, увидите. В ВКшке классный удобный сервис для опросов, для голосований. В ВКшке музыка здорового человека. Помните вот эти жалкие обрубки, которые мы видели в запрещенной экстремистской организации? Так ВКонтакте полноценные мелодии. Создайте свой плейлист, поделитесь подписчиками своими плейлистами. Если у вас салон красоты, поделитесь с ними, какую музыку вы хотели бы слышать во время массажа или во время медитации. Пользователи будут прослушивать, голосовать. Ваши посты получат еще больше и большее количество рекомендаций, большее количество просмотров. Реально, это все работающие механизмы, ВКонтакте много. И это я только про ВКшку. Еще же есть любимая социальная сеть взрослой аудитории. Это Одноклассники. В Одноклассниках 20-30 миллионов человек присутствует. Я просто не верю. Почему я говорю сомнениями об Одноклассниках? Несомненно, там жизнь есть. У меня есть свои крупные группы, которые постоянно эту историю подтверждают. Но точно никто не знает, сколько там есть людей. Но там есть MyTarget, там есть прямая реклама, там можно вести свое сообщество. И там нормальная, красивая, интересная жизнь. Помните, что у вас еще есть телега, где можно тоже покупать рекламу, общаться с блогерами, лидерами общественных мнений. Есть местные городские группы в телеге. И таких историй у вас очень много. Пожалуйста, не смотрите узко, что у вас все забрали. Нет, у вас забрали только одну пятую, одну шестую, одну седьмую из вашего арсенала. Это слово сейчас корректно. И, соответственно, продолжайте пользоваться оставшимся. Ну, повторюсь, вот зайдите к Алле, посмотрите пример в ее записи. В ее записи, я думаю, что она сегодня что-то текста публикует. Сегодня обязательно будет фотография с нашего эфира. Это работает восхитительно. Не обязательно фоточка, Алла. Можно просто текст, просто опрос. Без фоток работает великолепно. Спасибо. Юлия, вот подскажите, как определить сейчас людям, у которых уже есть какие-то психологически, возможно, проблемы, и они думают, ну, я справлюсь, я сильно, я справлюсь. А вот есть какие-то признаки, которые должны уже сигнализировать о том, что все-таки нужно уже обратиться к специалисту? Так немного переиначивая, наверное, сказала бы, если вы эту мысль о том, что я сильно справлюсь внутри себя, крутите уже энное количество дней или недель, наверное, уже пора, да, дальше двигаться. Вообще признаки того, насколько человеку пора или не пора к специалисту, это, конечно, сугубо у кого внутренние ощущения, потому что у нас у всех, с другой стороны, есть еще ряд установок. Вот как раз, да, российская наша история о том, что к психологу ходят психи, что мужчина, например, к психологу ходить не должен, что он слабо, то есть все вот эти, да, и вообще лучший психолог это подружка с чашкой чая, да, и вот эти все вещи, они, конечно, нам порой мешают услышать свое вообще внутреннее состояние, о том, пора ли мне или не пора, но, наверное, один самый главный критерий, который можно точно обозначить, это изменение. Ваше состояние, неважно, физическое, мысленное, ментальное, эмоциональное, не такое, как обычно, большую часть времени. То есть если вы выбились из привычного вам текущего вот какого-то, да, фонового такого функционирования, это могут быть изменения физиологические, например, меняется режим сна, кто-то спит сутками, кто-то не может проснуться, как его не растолкает, кто-то, наоборот, не может уснуть. Изменение аппетита, да, вот те самые жоркие, либо, наоборот, полная апатия к еде. Это общее фоновое состояние, либо апатичное, либо, наоборот, гипервозбуждение, когда человек как мотор не может, не может остановиться, потому что природа, нервная система всегда одинакова. Это изменение характера, когда вроде бы человек с имеющейся структурой характера резко начинает вести себя иначе, да, спокойно становится вспыльчивым, огненный такой эмоциональный всегда лидер, наоборот, затихает, и по принципу, что воля, что неволя, все одно живет. То есть яркие какие-то нетипичные проявления, которые человеку нехарактерны. Плюс сюда мы относим, конечно, уже классификаторы непосредственно психологических каких-то моментов, это панические атаки, фобические состояния, навязчивые мысли в том числе, да, они будут... Ну, а они вот эти мысли, допустим, должны какой-то период времени, чтобы уже понять, что все нужно мне идти? Или они могут месяц-два эти мысли? Или какой-то есть вот этот временной промежуток? Вот конкретный временной я бы не стала ставить, потому что у нас всех разная психика. У кого-то она сильная, нервная система сильная, она выносливая, человек может в этом и полгода профункционировать, а потом в какой-то момент раз и выбраться, да, тумберт, перещелкнет. Другой может в неделю-две пожить в таком состоянии и начать, ну, простите, загибаться, это тоже не есть хорошо ни для кого, ни для того, ни для другого человека. Поэтому здесь я бы, наверное, говорила о том, что психика, она же живая. И самый главный ее показатель – это динамика. Вот если есть динамика не спадающая, скорее всего, пора об этом задуматься. Если вы... Ну, все мы иногда грустим, да, не будем думать, что человек, да, это такой некий оптимистичный, постоянный создание. Мы все живем по синусоиде. У нас есть всегда подъемы, у нас всегда есть спады. Но если в этом спаде вы застряли, и потом вместо того, чтобы идти обратно на подъем, движение продолжается вниз, вот это уже история, которая требует внимания. Главное не бояться и все-таки решиться, да, потому что многие все-таки боятся. Сам факт страшит обратиться к кому-то, к чужому человеку, и поделиться со своими страхами. Как отреагируют, а что они подумают? Конечно. И вообще, как я себя буду после этого чувствовать, когда я обращусь? Ну, мы всегда с клиентами, когда обсуждаем вот это на первой консультации, всегда говорим о том, что человек, который пришел за помощью к специалисту, он уже начал свое работать, потому что он уже признал наличие некой проблемы, с которой он предстоит взаимодействовать. И есть же, да, пословица, что путь в 10 тысяч лин начинается с первого шага. Вот вы этот шаг, и даже не один, уже сделали просто придя к специалисту. Поэтому дальше будет легче. Главное прийти, дальше будет легче. Спасибо. Николай, можете вы поделиться вот сейчас с нашими зрителями, может быть, какими-то вашими фишечками, что-то бесплатно сейчас вот так вот. Какие-то, может быть, советы у вас будут еще, что вы еще, может быть, не сказали нам интересно. Окей, да, то есть, несомненно, сейчас такой момент, когда все меняется, и вот я реально, я просыпаюсь каждое утро с мыслью, что у меня жизнь давала уже, первый шаг был в 90-е, когда все рынки были свободны и можно было что-то создавать. Сейчас, потом второй шаг был в 14-м, сейчас 2022-й, и наша жизнь снова полна крутых, новых, интересных шансов. Каждый день возникают какие-то новые потребности. Друзья мои, если не сейчас, то когда? Первый момент. Сейчас нужно искать себе новых партнеров, искать новые идеи для бизнеса и больше пробовать. Ну, а если касается про социальных сетей, самое тяжелое, это, конечно, признать, что Инстаграма больше не будет, что это слово совсем, и это надолго. А второй момент, выберите ту социальную сетку, где вам комфортно. Кому-то будет комфортнее в Одноклассниках, вы найдете себя там, кому-то будет комфортнее ВКонтакте. Я больше всего переживаний слышу именно от предпринимателей, потому что у них на Инсту были завязаны деньги или от СММщиков, которые там постоянно работали. Что делать? Выберите любимую социальную сеть из оставшихся и работайте там на 100%. В каждой социальной сети очень много людей. Не 500, не 1000, а десятки миллионов. Вы легко найдете себе клиентов, вы легко найдете себе новых партнеров, новых друзей взамен за разорванных связей, и все это есть там. Ну и напоследок, опубликуйте в Инсте ссылочку, скажите, что я вот теперь вот только там, и после этого туда не заходите. Поставьте точку, очень важно разорвать вот эту связь и больше не возвращаться к экстремистским организациям, особенно которые так некорректно высказываются о России, такие некорректные действия позволяют высказываться о моей родине. Поэтому давайте поставим точку, и все дальнейшие действия будут двигаться там, где вам удобно. Тем более, что у вас есть WhatsApp, у вас есть Lego, Одноклассники, Вайбер. Еще там, вы знаете, скоро китайцы наверняка что-то новенькое придумаем, еще какой-то Тенчат появился, и в общем, у вас есть чем заняться. А вот Росграм, Росграм, будете на Росграм? Вы знаете, мы в Эквим когда-то обсуждали, парень обратился с запросом, он звучал так, он хотел конкретно для Молдовы создать свою социальную сеть, и тогда программисты прислали очень точный расчет, что нужно, чтобы создать хорошую социальную сеть. Нужно 5 лет, и как минимум штат из 300 программистов. Вряд ли такой ресурс есть у Росграма, и вряд ли пользователи будут переходить в Росграм с ожиданием, что что-то когда-то будет. То есть вот переходить туда за недостаточным функционалом, просто лайкать фотки, всегда же хочется, а где у вас тут сообщения, когда у вас появятся видосики, когда у вас появятся сторизы, когда у вас появится нормальная работа хэштегов, когда у вас появится нормальный спам-фильтр. Вот это все появится, но через 5 лет. И поэтому в Росграм я не верю, это, мне кажется, мертвая идея. Лучше сосредоточиться на том, куда уже вложены десятки миллионов часов программистов, и что уже работает хорошо. А все вновь появляющиеся социальные сети сейчас будут хороши, но лет через 5. Спасибо большое. Я надеюсь, что после этого эфира у вас многое прояснилось, и вы уже будете спокойны. Я желаю вам хорошего психологического фона, здоровья, хороших, добрых вестей, и помнить о том, что за черной полосой всегда белый, и у нас будет светлое будущее обязательно. Верно? Когда-нибудь. Не будет больше вашего инстаграма. Мы увидимся с вами в следующей передаче на Ульяновской правде. Пока-пока и до новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...